Здравствуйте! В эфире Канажской студии телевидения «Вести недели» в студии Олеся Григорьева. Канаж принял участие во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Цель – благоустройство территории городов с численностью до 100 тысяч человек. Финансовое вознаграждение городам-победителям будет составлять от 30 до 100 миллионов рублей, рассказывает Марина Баринова. За право реализации своего проекта нашему городу еще предстоит побороться. Проект должен быть современным, креативным, так как номинации, в которых будет представлен Канаж, самая многочисленная. И здесь очень сильная конкуренция. Только с Чувашией нашими соперниками стали Ядрин, Шумерля и Аллатырь. По результатам конкурса Канаж сможет претендовать на получение 80 миллионов рублей не только по линии федерального конкурса, а также финансовую поддержку со стороны Минстроя Чувашии по программе «Комфортная городская среда», рассказал руководитель Центра компетенций по развитию городской среды Этнер Егоров. У Канажа громаднейший потенциал. Я хочу напомнить жителям города Канажа, что именно здесь формировали смыслы всей Чувашской республики и, может, даже всей России. Я сейчас вспоминаю фильм Говорухина, который здесь снимал свои первые кадры. Я вспоминаю историю с тем, что город Канаж мог быть когда-то столицей Чувашской республики, а фактически сегодня является железнодорожной и логистической столицей Чувашской республики. И здесь, как бы парадоксально ни звучало, здесь живут самые креативные и творческие люди. Чтобы иметь представление о том, каким хотят видеть свой город Канажцы, и был проведен проектный семинар. Федеральные власти решили задействовать эти города в этом замечательном конкурсе по комфортной городской среде. Ну, тем более, наши города, Чуваши, их не так много, но они все прекрасные. Канаж в этом плане выделяется очень сильно, тем более, он идет по категории до 100 тысяч населения. То есть, одна из самых таких серьезных категорий в этом конкурсе. Я думаю, что при наличии хорошего творческого коллектива, при наличии активных жителей этого города, я думаю, результат будет неплохой. Даже если, скажем так, мы не попадем в финансирование, то эти работы не пропадут. Они все равно будут рано или поздно реализованы. По итогам двухнедельного социологического анкетирования среди жителей нашего города, стало ясно, что в первую очередь благоустроить необходимый летний парк за Дворцом культуры. Вернее, всю его территорию. Мы в качестве наших задач здесь ставим проработку, постановку задач с населением. Потому что население – это наш заказчик. Население нам, соответственно, какие-то условия ставит, что они хотят видеть на этой территории, как они видят развитие, какое событийное наполнение будет на этой территории. А мы, соответственно, как исполнители, как проектировщики, будем стараться выполнять их пожелания и претворять все это в проект, в графику, в картосхемы и так далее. В работе совещания приняли участие органы власти, бизнес-сообщества, руководители градообразующих предприятий и организаций, представители молодежного парламента и просто активные жители города. Это только первая ласточка, можно сказать. Понять механизмы и участвовать дальше в федеральных конкурсах. Вот сегодня чего мы добиваемся. Ну, а в первую очередь учесть пожелания наших дорогих горожан. Наша задача – более тесно вместе с горожанами наш город привести до комфортного условия проживания. Так она программа-то и называется – комфортная городская среда. Архитекторы и эксперты в области общественных пространств предоставили возможность каждому внести свои предложения. Мне хочется предложить сделать хорошую концертную площадку, современную, с оборудованием, с конструкциями, с режиссером, с георегистером, с звукорегистером. Тентованную обязательно. На данной площадке, я считаю, забора быть не должно. Площадка должна быть открытой, люди должны себя чувствовать свободно. Когда есть забор, это граница. Вызывает беспокойство состояние стелы. Ее нужно как-то либо реконструировать, либо отремонтировать. Нам хотелось бы, чтобы она вместе с реконструкцией какой-то этой стелы была бы организована подсветка снизу. Это было бы намного эффектнее. Всем присутствующим также было предложено ландшафтно указать размещение будущих объектов на обусловленной территории. Насчет парковок. Всю левую часть, смотрим сюда, да, вот Кармамаркс-губа, вот пельменная. Всю левую часть эту клумбу убрать. Из дороги сделать с Кармамаркса съезд за заднюю часть дворца и полностью до конца здания аж параллельно сделать автостоянку. Пожелания и предложения выслушаны. Теперь архитекторам предстоит нелегкая задача – создать современный креативный проект – благоустройство территории парка. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели.